Мы начинаем наш новый проект. Млыновский дом. Это дом дореволюционной постройки. Потом здесь был шинок или корчма. Но самое интересное, что в этом доме снимал жилье герой Советского Союза Иван Иванович Иванов. 0,4 часа 23 минуты утра, 22 июня, он совершил первый таран над Дубном. Он был награжден посмертно званием Герой Советского Союза. Первое, мы сейчас возьмем клюшку, пройдем, прозвоним, потом разобьем трассу, сделаем геородарную съемку. Ребята, недолго фраер веселился в высоковольтных проводах. Только начали звонить, первые сигналы копнули. Приветствую подписчиков и зрителей нашего канала. Сегодня апрель месяц 2021 года. Мы начинаем наш новый проект. Млыновский дом. Как вы видите, вот за нами стоит дом. Большой двор, пока живешь, озеро и дамба дальше. Вся ситуация в том, что этот дом, я вам расскажу немного историю. Этот дом дореволюционной постройки. Сперва здесь была пекарня, потом здесь был шинок или корчма. Но самое интересное, что в этом доме снимал комнату или квартиру, ну, там, я не знаю, снимал жилье герой Советского Союза Иван Иванович Иванов. Когда мне об этом сказали, я тоже сказал, а кто такой Иван Иванович Иванович? Никто не знает. Нет, как бы редко кто знает, кто такой Иван Иванович Иванович, но зато все знают его подвиг. 0,4 часа 23 минуты утра, 22 июня, он совершил первый таран над Дубно. Зател, взлетев с Млыновского аэродрома, перед войной стрелял Млыновский аэродром, его почему-то называют Дубнинский, упростили все, он совершил первый ночной таран и был награжден посмертно званием Героя Советского Союза. Вот этот дом. Мы его приобрели. С благородной целью, потом дальше увидите, если проект закончится. Мы хотим сейчас делать на этой площадке, ее ребята почистили немного, тут навели порядок, потому что тут была разруха и сифилис. Это реально состояние дома вы видите, но он аутентичный, весь там много элементов еще дореволюционных. Мы хотим сделать георадарную, геомагнитную съемку, озеро почистить. Ну, сейчас просто как бы обзорная часть, обзорная, посмотрим. Вот, первое, это мы как бы сейчас, может, возьмем клюшку, пройдем, прозвоним, потом разобьем трассу, сделаем георадарную съемку, потом зайдем в дом и покажем вам. Так что вперед, за нами. Ребята, недолго фраер веселился в высоковольтных проводах. Только начали звонить, первые сигналы копнули. Я покажу суть. Это какие-то, видать, дореволюционные чугунные батареи. Леша, смотри, покажи. Даже вот с клеймом, не могу понять, или ЛЗ, или 713, что-то такое. Их тут целый ряд лежит. Вот две мы уже вытянули, вот третья сейчас вытянули. При вас покажем. Андрюха, давай. А, подожди, я сниму еще. Чуть-чуть земли. Давай. Получится. Давай, теперь я. Все, есть у нас такое счастье. Три чугунных батареи. Батареи. И все с клеймами. Да, друзья, кто знает, какого периода, обязательно напишите. Если честно, я первый раз такие батареи вижу. Это какие-то радиаторы, батареи, непонятно. Сейчас пойдем звонить дальше, может что-то еще. Только начали. Невзираю, не нашел уже такие вот находки. На металл, на бутылку, на бутылку молока и буханку хлеба мы уже заработали, если сдать. Не, но на металл мы сдавать не будем. Не, ну так мы их помоем и куда-нибудь в экспозицию. Ты, кстати, покажи. Вот эта вот часть дома, Вот, вот эта часть. Видите, какая кладка? Это старая, еще древолюционная. Построен этот дом. Мы посмотрели на кирпич. На кирпиче стоит знак. ХАЛ. Граф Александр Ледуховский. Это кирпичный завод. Откуда он здесь появился, вы увидите, узнаете дальше. Потому что тут история города Млынова, она вообще уникальна. Город древний. Отсюда пошло само название Волынь и всей Волынской области. Потому что, говорят, что тут стояли такие луга, травы колыхались, волновались. И вот отсюда, отсюда есть название Волынь. Это как бы в исторических хрониках. Ну, потом зайдем вовнутрь и будем снимать. Посмотрите вообще дальше. Мы сейчас продолжаем пикать, да? Да, сейчас пока попикаем еще, да. Вот это уже мне интересно. Есть прекрасный сигнал и очень даже протяженный и длинный. Тут целая броня наверно лежит. Тут целая броня наверно. Тут целая броня наверно. Тут целая броня наверно. Сейчас уже идиотно. Рельса. Рельса? Да. Швеллер. Швеллер, наверное, скорее всего. Так он какой-то нестандартный. Ты широкий, а там уже, посмотри. До пушки. Реально Швеллер. Держи. Да, это может труба была проложена таково-усто или нет. Хотя наградли. Ну, она перед мезом пропикает. Ну, пропикаем сейчас. В общем, смотрим, не переключаемся. Друзья, сигнальчик. И мы, наверное, скорее всего нашли люк от танка. Выкапываем. Канализация, наверное, скорее всего, да? Или здесь канализации быть не может? Кто его знает. Ну, что-то круглое, большое и толстое. А ну, поднимай. Опа. А нет, это не канализация. Это просто какой-то большой... Ох. Ох. Блин. Блинчик такой. А какой толщины. Ты посмотри. Держки. Держки, да. Вот это, это самое колбасу или тесто. Вот где для меня. Может. Еще вода может быть. Давай туда его. К металлу. К металлу. Так, у нас есть еще старый колодец. Который хотим обследовать. Как оказалось, у Андрея Васильевича есть поисковый магнит. Как обычно. Да. Он у нас запасливый мужичок. Сейчас забросим это все дело. Сейчас бросим. Посмотрим. Может. А вдруг. А вдруг туда кто-то что-то бросил. Посмотрим, какая глубина. Нифига себе. Самое интересное я вижу труба идет. Где? Вот. Одну из дома труба идет. Вот. 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 Видишь? Газы пошли. Иль пошевелил. Я думаю здесь наверное много ила. Оно его нужно почистить. Давай хоть какую-то ружбайку доставим. Андрей Васильевич. Ну это лучше не только ружбайку. О. Что-то зацепил, а? Не. Если бы зацепил, я бы чувствовал. Так. Ну пока Андрей Васильевич подрюкает. Мы сейчас. Ладно. Посмотрим глубину. Вот вода пошла. Раз. Два. Не. Что-то все-таки зацепил. Опа. Что-то нашел. Замочек есть. Приступаем к георадарным исследованиям. У нас будет две площадки. Одна площадка 25 на 9 метров. Вторая площадка 10 на 60 метров. Это у нас первая. Вторая будет чуть выше. Андрея Васильевича мы отправили на пенсию. Сегодня нам будет помогать Вадим. Кстати, Вадима канал оставлю в описании под видео. Он занимается поиском на позициях Первой мировой войны. Потому кому интересно, переходите. Обязательно подписывайтесь. Так. Сам процесс долго я снимать не буду. Там может каких-то пару кадров вставлю, как мы георадарную съемку делаем. Процесс очень длительный и не интересен. Наша самая главная задача сделать георадарную съемку и посмотреть на результаты. Это уже год до 3. Так последний. Вадим. Приятного мирового размера. Т ±как. Хищемся. Тута. Т ±как картина. Т ±как. Т ±как картина. Т ±как картина. У меня с captures, у меня сhältними губов. Т ±как картина. Т ±как картина. Т ±как. Т ±как картина. вторая площадка у нас 60 на 10 метров я думаю часика полтора и закончим погнали друзья герардарную съемку закончили смотрим на результаты давайте сейчас обработаем данные данные мы обрабатываем в родной программе крот кто следит за нашим каналом уже немножко понимает как происходит процедура обработки кто не следит за нашим каналом сейчас немножко расскажу с левой стороны у нас вид сверху с правой стороны у нас боковые разрезы сейчас поэтапно будем спускаться вниз и смотреть какие аномалии будут проявляться глубина 20 сантиметров глубина 44 сантиметра видим что на глубине 54 сантиметра появляются какие-то аномалии они похожи скорее всего на археологической какие-то объекты как вы видели с видео железо мы собирали возле дома на этом участке мы никаких работ не проводили проводили только герардарную съемку данный объект который мы видим сейчас с вами юрисдикции археологов вся информация была передана археологом и они закапывались верхней части давайте сейчас посмотрим что они обнаружили мы исследовали об этом объект так чтобы нам было простейший не знаю чим вы понимаете тут такая ситуация что калька Житловых объектов один на один накладываются. Житловые – это там, где люди жили, где не просто там, где есть. В один момент котловар, сюда приходят другие люди. И они уже уничтожают эту печь. И это уже стена новой хати. Вот это второй куток. Вот она пошла сюда и пошла сюда. И, собственно, эти же люди свою печь сделали в стене. Вот это залишка Петю, это вход до нее. Вот она такая, метр сорок была диаметром. Ну, тут можно, она очень твердая, до скла выпалена, глина. Вот она тоже такая цеглиста. Ну, это кто-то нам в мочи сбил немного. И вот они ее сюда, в такую нишу, сделали. И тут она уже функционировала для приготовления їжи. Вот такая печь, она основная функция – опаливать, чтобы было тепло в хаде. А эта уже такая, виплючно, для приготовления їжи. Какие дети. Какие дети? Где дети? Они-то надеярные, да? Вот тогда шутки. Вот! Вот это будет воронками, кастрюка. А, вот это будет воронками. На сайте. Тут будет воронки, кастрюка. Какие дети? То есть, они... Что там, ты очень, очень. Ну а, вы можете теперь, кому это чтобы... Вы говорите? Ну а давайте... Продолжение следует... Продолжение следует...